Добрый день, ребята! Приветствую всех вас на уроке ИКТ. В этом уроке мы с вами начнем изучать раздел робототехника. Рассмотрим его основные понятия. Тема сегодняшнего урока – датчик цвета EV3. Сегодня вы узнаете, что такое датчик цвета и где его применяют. Наверняка в жизни вы когда-нибудь сталкивались с роботами. Что же такое робот? Робот – это автоматизированное устройство, созданное по принципу живого организма. Что же такое датчик? Датчик – это прибор для измерения разной информации – температуры, скорости, излучения, цвета, звука. Датчики бывают электронными и механическими. В состав электронных датчиков входят сенсорные и преобразовательные элементы. Главной особенностью этих датчиков является их чувствительность. Зависимость от использования датчика делится на четыре типа. Это датчик касания, ультразвуковой датчик, гироскопический датчик и датчик цвета. Датчик касания – это инструмент, который точно определяет, нажата клавиша или нет. Датчики касания широко используются в повседневной жизни, например, в клавиатуре компьютера или в электронных пианино. Датчик цвета, ребята, это цифровое устройство, которое может определять цвет или яркость света. Датчик цвета LEGO EVO 3 – это отдаленный аналог глаза. Он является цифровым датчиком. Он может определять цвет или яркость света, который поступает в небольшое окошко на лицевой стороне датчика. Датчик цвета может работать в трех различных режимах – цвет, яркость отраженного света и яркость внешнего освещения. В режиме «Цвет» датчик цвета достаточно точно может определять 7 базовых цветов объекта, находящихся от него на расстоянии около 1 см. Это черный, синий, зеленый, желтый, красный, белый и коричневый цвета. Если элемент удален от датчика или цвет предмета определяется некорректно, то датчик информирует об этом застоянии без цвета. Основная функция датчика цвета – определять цвета, измерять яркость отраженного света и внешнего освещения. Давайте посмотрим следующий видеоролик и попробуем ответить на вопросы. В режиме «Яркость отраженного света» датчик направляет световой луч на близко расположенный предмет и по отраженному пучку определяет яркость предмета. Датчик цвета определяет яркость света, отраженного от светодиода на передней панели датчика, который излучает красный свет. Датчик использует шкалу от 0, то есть очень темный, до 100, очень светлый. В режиме «Яркость внешнего освещения» датчик может определить, насколько ярко освещено пространство вокруг. Датчик цвета определяет силу света, входящего в окошко из окружающей среды, например, солнечного света или луча фонарика. Датчик также использует шкалу от 0, очень темный, до 100, очень светлый. Для того, чтобы датчик работал наиболее точно, при выборе режима «Цвет» или «Яркость сраженного света» датчик нужно располагать под правильным углом близко к исследуемой поверхности, но не касаясь ее. На расстоянии приблизительно 1 см от поверхности. Работает датчик с частотой дискретизации 1 кГц. Как и все датчики EV3, датчик света подключается к портам ввода программированного модуля EV3 1, 2, 3 и 4 при помощи плоского соединительного кабеля. По умолчанию датчик света подключается к порту ввода номер 3. Если модуль EV3 подключен к компьютеру, то программное обеспечение автоматически определит, в какой порт включен датчик. Датчик света LEGO EV3 часто используется на занятиях, а также на различных соревнованиях, таких как сумо-роботов, кегель-ринг, движения по линии и многих других. В быту и производстве датчики освещенности часто используются для автоматического управления источниками света. То есть датчик освещенности представляет из себя выключатель, работающий в автоматическом режиме, включающий и выключающий свет при достижении определенной степени освещенности в месте его установки. Они устанавливаются в местах, где в светлое время суток пространство освещается естественным светом. А при наступлении темноты – электрическим. К таким местам относятся подъезды жилых домов, въезды в гаражи, тротуары, автодороги, витрины магазинов и многое другое. Датчики света могут обнаруживать загрязнение пряжи в текстильной промышленности. Их устанавливают в поточной линии передвижения пряжи и обнаруживают присутствие загрязнения за счет изменения света пряжи. Когда загрязнение обнаружено, система автоматически останавливает линию, что позволяет сократить вероятность человеческой ошибки и улучшает точность и эффективность промывки пряжи. Также датчики света могут помогать проводить химический анализ. Несколько датчиков света помещаются вдоль зоны химической реакции и по цвету отслеживают стадию реакции. Датчики света применяются во многих областях и диапазон их применения постоянно расширяется. А теперь самостоятельно попробуйте ответить на вопросы. Первое. Что такое датчик? Какие датчики вы знаете? Назовите режимы датчиков цвета. Какие цвета умеет определять датчик цвета? Поставьте видео на паузу и попробуйте ответить на вопросы. Если вы ответили все правильно, молодцы! Значит, вы освоили сегодняшний урок. Продолжение следует...